Сегодня у нас 1 августа 2018 года. Я в моем мейлинге, в общем, загружаю видео, также кушаю, ужинаю. Сейчас у нас 22 часа 43 минуты. Первое число, 8 месяц, 18 год. Вы понимаете, да? Татьяна Салмановна Мактон Сайфудин. Сейчас я одену головной убор. Красотень, мой головной убор. В общем, что рассказываю. На предыдущем видео я рассказывала про спортивные клубы, которые я посещала, в общем. Но самое главное в школе, в школе меня стали обижать. В 256-й. В общем, короче, из-за этого Шапилева, в общем, Шапилев пусть знает из-за этого Шапилева. Короче, решила, я нужно себя защищать. В общем, пошла, нашла курсы, а тогда это все начиналось. Это были какие годы? Я была вообще подростком, да, там, где-то, я не знаю, там, седьмой, шестой класс. Вы понимаете, да? В общем, там. А, я даже еще в спортивный лагерь ездила. В общем, дзюдо. Я решила, что буду заниматься дзюдо. Пошла там, это женская группа, я ездила на Васильевский, на Васильевский остров. Заниматься. В общем, там мы на тренажерах занимались, и как бы до, там бег был, кувырки на тренажерах. А потом, как бы, основные тренировки. Так что вот, это была профессиональная сборная Санкт-Петербурга под дзюдо. Честно говоря, для человека, который вообще мало как-то спортом занимался, я как-то так, в основном так это ходила. Просто ходила, и все. Вот. И так вот записаться, ну, наверное, как-то мало, наверное, в то время вообще как-то кто-то этим интересовался. В общем, меня записали, записали. В общем, эту сборную Санкт-Петербурга по этому дзюдо. И даже на соревнованиях я выступала. Ну, вы понимаете, да, я еще даже, знаете, вот в этом весе. До 56 килограмм, как сейчас помню. Знаете, мне приходилось 2 кило. Я там, знаете, немножко так 55-56 всегда. Знаете, у меня такой вес всегда, всю жизнь. 50-55-56 килограмм. Ну, в принципе, где-то 56-57. Ну, плюс-минус, понимаете, там плюс 2 килограмма. Ну, вот. А там был какой-то вес, знаете, вот, ну, по градации. Мне приходилось все немножко на кило худеть, понимаете, чтобы в ту категорию. Знаете, как это, чуть меньше. Ну, вы понимаете, да, конечно, о призах, в общем, я даже по поводу призов вам ничего не могу сказать. Конечно, я там вообще как-то особо, особо ничего, я даже не помню, понимаете. Это соревнование, это вообще, честно говоря. В общем, как-то записалось. В общем, как-то, знаете, нас там учили как-то вот один коронный прием. И вот здесь в один коронный прием надо было, конечно, победить. У меня, конечно, всегда такая худая, рост высокий. И, в общем, знаете, вот этой ногой, понимаете, как-то вот это все ногой, это давно было, понимаете. В общем, сколько-то я занималась, на соревнованиях выступала. Ну, вот. Ну, а местах даже и речь, то есть я об этом даже и молчу, вы понимаете, да. То есть что я вам сказала, типа я тут это, типа я там это первое место. Ну, понимаете, какое первое место, если ты там с детства занимался, да, каким-то там, в общем. А здесь, конечно, нет. Я просто вот там, я вам хочу сказать, что я там была, ну, в общем, как-то там, ну, где-то, вы понимаете, да. но выступала на соревнованиях и даже ездила в спортивный лагерь. Да, в спортивный лагерь, в пригород где-то здесь Петербурга, ну, в общем, там смена, знаете, как-то с утра встаешь, завтречек, потом у нас пробежки были, я сама, честно говоря, себе была удивлена. А, нет, еще в ПТУ я занималась активно, на самом деле там физкультура, я ходила на физкультуру, у нас там была физкультура, в общем, там бег у нас был, ну, знаете, там это надо было бегать, в общем, короче, бег был, на скорость надо было бегать, я, честно говоря, у меня такие результаты были, у меня ноги-то длинные, я такая, в общем, там такие результаты в ПТУ побегу, в общем, я там такая, в общем, вот так вот. А так в спортивный лагерь тоже ездила, как сейчас, помню, у нас гоняли, чуть ли не по горам. Встаешь, покушал или там где-то, или потом уже покушал, в общем, честно говоря, помню вот эти пробежки. Куда-то там несколько километров мы бежали, у нас были тренировки, мы куда-то бежали. Честно говоря, сама себе удивляюсь, в общем, я ездила в этот лагерь, ну, из этого я помню, знаете, у меня еще такие фотографии были, там была такая высокая женщина, такая светленькая, с такие вьющиеся волосы, она такая высокая, вот я ее помню. Потом была такая девочка, очень симпатичная, черненькая, с косой, очень такая, ну, молодые люди были, в общем, ну, так особо, в общем, что. А так даже спортивные лагеря, представляете, ездила, и километры бегала. Опять, я, честно говоря, сейчас как вот подумала, ну, там вот надо было, конечно, чтобы вот эта вот тренировка, закалка, это же нужна выносливость, вы понимаете. Так что вот такие вот дела, это по поводу вот этого. А по поводу того, что потом, я, конечно, сказала, что в Америке спиритул-йога, в общем, йогой я занималась как-то вот так. Так, у нас, знаете, после, знаете, вот после этой йоги, мы так еще ложились, у нас такая медитация была. Просто, знаете, после того, как йогой позанимаемся, ну, это в клубе в Америке, вот, еще на коврике, и, в общем, как-то вот так вот типа расслабляешься, в общем, такое, в общем. Ну, нравилось мне, нравилось, да. Так что вот такие вот дела. А еще до отъезда, до отъезда в Америку, это был 2004 год, летом, вот, я уже визу получила американскую, я занималась танцами живота. Ездила на такси, также на Васильевский, на Васильевский. Я даже вам могу показать это место. В общем, я там занималась пару месяцев танцами живота в группе. Даже одна девушка подвозила меня на машине. Я ей показывала книгу «Правдиной». Ну, я говорю, знаешь, я увлеклась «Правдиной», вот «Правдиной» книжка. Она так посмотрела, она говорит, я не поняла. Здесь она пишет вещи, которые я и так знаю. Что здесь, что в этой книжке? Ну, я как думаю, ну, ладно, ну, ладно. Так она меня на машине подвозила, мы с ней вместе танцами живота занимались. Так что вот, помнят меня там девушки, в общем, я такая танцами живота, и, в общем, ну, сколько там, месяц-два, сколько я занималась. Так что вот, такие у меня эти штуки, пояса даже для танцев живота были. И очень такая, и прям вся такая. Понимаете, это очень полезно. Там говорят, что давайте вот этим животом трусить, понимаете. Знаете, вот эти вот, как там, женской энергии, все вот этим животом надо, как сейчас помню. То есть эти вот упражнения, они очень полезны, вы понимаете, да. Ну, с тех пор как-то я это все забросила, как-то все оно, как-то вот так вот. Вот. Я просто рассказываю, рассказываю о себе. А так это очень полезно в женской практике, развивать живот из чакры. В общем, ну, вы понимаете, да, видео еще загружается. В общем, я кушаю. Александрова Татьяна Юрьевна. Я просто хочу просто сказать всем, кто меня знает, может быть, по вот этому спорту, по танцам живота, по йоге, кто со мной в клуб ходил. Ну, там, знаете, с 25 лет я сказала, что ходила в этот тренажерный клуб. А все, кто меня знает по моим спортивным таким вот этим занятиям, вот, я гуляла, говорю, что годы у меня была ходьба, там многие люди там с собаками, там вообще мужчина. Мужчина, вы меня помните? На Коменданском, вот там вот, на Долгоозерной туда, и когда идете, там еще церковь-то должны были построить. Там вот в конце такая дорожка. Там мужчина, знаете, очень-очень интересно бегал. Я же там ходила, почти каждый день гуляла. Он занимался бегом по этой дорожке, и как же он там руками? Он, понимаете, у него, он как-то вот бегал руками. Я никогда не видела, чтобы кто-то, мужчина, вы меня помните? Я хочу вам сообщить, что я меняю мое имя, отчество и фамилию, что это Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. А бегал он очень удивительно. Сейчас я вам покажу. Я даже не знаю, в общем, как говорится, смогу ли я вам, понимаете, смогу ли я вам так это, смогу ли я вам так это показать, но он меня очень удивлял. Как же он бегал? Ой, знаете, как-то очень специфично. Знаете, он как-то то ли руками, то ли что-то, видите, то ли руками, он что-то такое, то ли он руками так вот делал. А, вот вспомнила, знаете, он бежал, сейчас я вам покажу. Короче, знаете, он бежал, он так всегда бегал, знаете, и вот так руками. Знаете, может быть, он там до сих пор бегает, знаете, вы посмотрите. Ну, он такой, мужчина худенький, такой у меня ростом, знаете, и вот так вот руками, руками. Он вот когда бежал, делал вот так вот руками. В общем, это было очень удивительно, вы понимаете, да? Это было очень удивительно.